В тебе никто и никогда не воспитывал лидера. Не учил тебя добиваться своих целей и не говорил тебе, кем ты можешь стать и чего ты можешь добиться. Но внутри тебя всегда жило нечто большее. Нечто большее, что не давало тебе покоя. Это вера. Эта маленькая вера затаилась глубоко внутри тебя и подпитывала твои надежды. Твои надежды на то, что всё изменится. Ты всегда понимал, что здесь что-то не так и должен быть другой путь. Путь, ведущий к большим результатам. Путь, ведущий к большому успеху. Путь лидера. Каждый раз, когда ты тратишь время впустую, ты бездействуешь. Ты стоишь на месте, но не идёшь вперёд. Ты отступаешь назад. Ты поддаёшься соблазну встать в ряд с остальными, Согласиться с системой жить по чужим правилам. В мире полно неудачников и людей, опустивших руки. Они больше не верят в себя, в своё будущее. Они существуют. Эти люди будут отговаривать тебя, Пугать тебя и делать всё, чтобы ты не ушёл дальше них. И когда в очередной раз при попытке вырасти, Страх сковывает твою душу и сердце вырывается из груди. Знай. Знай, что ты стоишь на пороге развития. Ещё один шаг предопределит твоё будущее. Это всего лишь шаг, но тысяча маленьких шагов складываются в большой путь. Каждый миг, каждое твоё действие, каждое твоё слово сейчас определяет то, что будет с тобой завтра. Никто и никогда не сделает за тебя то, что должен сделать именно ты. Никто и никогда не будет расти за тебя, учиться за тебя и воспитывать в тебе лидера. В этом мире есть только один человек, который может заставить тебя добиться выдающихся успехов. И этот человек ты. Только ты можешь поверить в себя. Только ты можешь решить, кем тебе быть. Только ты можешь вырастить из себя мужчину, которым будут восхищаться женщины, а мужчины будут отходить в сторону, уступая тебе дорогу, не понимая, как тебе удалось всего этого достичь. Будущее не предопределено. Книги судеб нет, и только ты определяешь сейчас, что будет с тобой завтра. Каждая трудность, что встретится тебе на пути, сделает тебя только сильнее. Ведь теперь ты не отступишь. Не отступишь от права на обладание своей мечтой. Начни сейчас. Начни сейчас. Приветствую, друзья, на моем канале. И мы продолжаем карьеру нашего игрока. Друзья, я хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживают. И хочу попросить вас больше адекватности под сериями, именно этими сериями, именно этого игрока. Потому что на это я трачу свои силы, на это я трачу свои силы монтажа. Понимаете, это все занимает монтаж, снимание, все это занимает время. Я не могу это выпускать очень, как бы так это сказать, просто снять и выложить. Как вы видите, за всю эту серию это действительно уходит очень много на это времени. И попрошу вас оставлять более адекватные комментарии к этому видео и ко всем последующим видео. Потому что на это я реально трачу много сил. И надеюсь на вашу адекватность, надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что это вы видео покажете своим друзьям, знакомым, близким, родным. Потому что здесь более адекватности. Если вы хотите что-то такое простое, перейдите в серии под Ultimate Team, где мы делаем более в другой тематике. Там я понимаю, когда кто-то что-то оставляет, да и там я более как-то веду себя расслабленно. Здесь же я веду себя адекватно. И надеюсь, что вы тоже будете вести себя адекватно под этими сериями. Ну что ж, а мы переходим к футболу. Сегодня тренер меня включает в стартовый состав. Мы сегодня выходим в составе Спартака. Против играем Рубина. Давайте посмотрим календарь событий, которые произошел. Мы играли, точнее, сборная России играла товарищеский международный матч. В 2-1 сыграли, выиграли с чехами. И играли со Швецией. Тоже в 2-1 выиграли. Конечно, молодцы, но нас пока в сборную не зовут. Мы еще молоды, нам 18 лет. Мы только засветились в чемпионате. Как помните, это было пару серий назад. У нас появились голы. Это очень здорово. Сегодня у нас Рубин и Крылья Советов. У нас сегодня Крылышки будут вторым матчем. Ну, а со следующего тут, я смотрю, тоже будут международные товарищеские матчи. У сборной, не знаю, позовут или нет. Но, по крайней мере, там еще игра и Санжи будет, и с Динамо будет. С Динамо, Спартак, как всегда, будет играть, наверное, в жестких условиях. А в чемпионате, как я говорил, мы засветились. После нескольких туров мы видим, что Халка вышел на первую позицию. У Зенитова, как мы видим, лучшие бомбондиры вырвались вперед. Босс Файзлокомотива. Ну, в принципе, как, наверное, и должно это быть. Мы же опустились на позицию под номером 21. Пока наши два гола все еще светятся в чемпионате. Надеемся на то, что наш молодой футболист будет забивать еще голы. И я на это очень надеюсь. Ну, а в чемпионате мы видим, что Зенит закрепился на первой позиции. Спартак занимает восьмую позицию. Посмотрим, как после этой серии все произойдет. Поменяется ли. Но лидеры чемпионата закрепились наверху. Ну что, мы отправляемся играть с Рубином. Рубином поехали. Ну что, Рубин, Казань, Спартак, Москва. Игра зимой, холод. Я думаю, это уже присуще нашей даже реальной температуре. Потому что я не знаю, как у вас выпал снег или нет. Но ребята уже в перчатках и одеваются. Выходят потеплее. Я думаю, болельщики тоже в шарфах, в шапках, в перчатках. Сегодня стартовый состав у Рубина выглядит вот таким вот образом. Рубин против нас играет. Спартаку нужно зарабатывать очки, чтобы как-то держаться и вырваться вперед. Ну а Спартак мы сегодня вот таким вот составом. Нам тренер доверяет главную позицию. Слева появился у нас какой-то Зуев. Под нами играет Попов. Это очень радует. У нас до сих пор лучшая пока защита на первом месте по итогам нескольких туров. Но пока нам это не помогает быть лидерами чемпионата. И мы надеемся, что Спартак как-то заиграет лучше. Зуев делает обратно. Зуев продолжает. Камбаров. Камбаров с мячом отыгрывает обратно на Зуева. Зуев. Зуев закидывает на меня. Я пробую убить. Но защитники Попов с мячом пробил. Здесь Попов. И по-моему здесь был офсайд. Мне это очень сильно, как видите, не понравилось. Поспорил был с судьей. Но здесь видно, что одна нога все-таки была в офсайд. Я уже много, знаете, серий наблюдаю то, что тренер очень продолжает экспериментировать, как мы видим, с составом. Очень много молодых. Вот, например, Кутин. По-моему, одни из первых матчей играют у нас в составе. Этот самый Зуев у нас сегодня играет. По-моему, вообще тоже одни из первых матчей. И мне это очень нравится. Пас на меня. Здесь уйти бы, но не получилось уйти, к сожалению. Зотов возвращается обратно. Хоть сегодня очень на поле холодно, но мне на самом деле-то, понятно, привычно играть на таком стадионе в такую погоду. Но у нас это можно назвать сегодня дебютом нашего игрока. Потому что это, в принципе, первый выход в снег. До этого у нас были матчи на зеленом газоне полностью. И в хорошую более-менее погоду. Так, и вот здесь вот можно, 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 не пройдет, не пройдет. А я уже готов был принимать. Я уже готов еще раз отличаться, как это было, когда мы забивали голы. Очень хочется видеть от игрока, конечно, новых возможностей, новых голов. Зотов, Кутин, Глушаков, Попов, Зотов. Я, вот здесь можно вот сюда сделать пас. По-моему, это один, да, это Зуев, Зуев наш новенький парень. И сработал защитник очень хорошо. Конечно, я пока вторым этажом буду играть очень плохо. Конечно, это 35-летнего парня, я думаю, больше опыта, конечно. Но мне рост не позволяет выпрыгивать. В будущих, конечно, я думаю, что меня будут ставить больше на угловой. Здесь можно, здесь можно ударить с поворотом. Неплохая сейчас произошла ситуация. Еще мы зарабатываем один угловой. Правый подработал, ударил. Вратарь был на месте, хоть и очень сегодня холодно, но вратарь сработал на все 200%. Закрыл полностью зону поражения. Навес еще. Хорошо, Попов, можно на фланг. Здесь я, конечно, не знаю даже, как побороться, но я буду пробовать. Вратарь первый. Вратарь оказался в этой ситуации первый. И Рубин пытается сохранить мяч. Походу, Рубин это устраивает. Они очень получили удачный старт в календаре. Я думаю, им со Спартаком надо играть очень осторожно. Утен. Я. Ох, тут сейчас столкновение было. Месяца защитником здесь попробовать обыграть. Но, ох, как руками играет очень агрессивно защитник. Видно сразу, что агрессивный парень. Но Рубин не пускает. Реально не дает создать какую-то острую возможность подойти к воротам. Держит, как видите, пытается мяч. У них это выхожу. Ухожу. Здесь можно ударить. Но опять защитник поставил вовремя свою ногу. И я зарабатываю очередной угловой. Сегодня не подпускает Рубин никаким образом к своим воротам. И забирает вратарь этот мяч. А тем не менее у нас 78-й. Да, я очень сильно устал. И тренер решил меня заменить. В целом сегодня игра получилась очень пихательная. Попихался с защитниками. Всего два удара по воротам. В целом, я считаю, очень удачный сегодня матч провел. Сегодня во второй встрече встречаемся с крыльями советов. Я думаю, с крылышками-то нам более повезет. Здесь мы уже играем не в снегу. Мы здесь играем на отличном поле. Там было очень, я думаю, сложно играть. Но в той игре с Рубином очень пришлось много попихаться. Реально пихание с защитниками. Два удара, в принципе, по воротам. Сегодня, точнее, в той игре наш игрок не отличился. Спартак сегодня играет вот таким вот составом. Очень много пишет про Кутина. Очень много пишет про Зуева. Оленичев очень много пишет про это. Тоже, точнее, рассказывает про это. Ну, крылья советов. Давайте посмотрим. В два нападающих крылышки играют. Никогда еще не видел, в принципе, в российском чемпионате подобных этих самых. Ну, Промаса, Промаса, 23-летнего полузащитника нашего показывает. 10 выступлений, 0 голов. А мы 18 лет уже 2 гола сделали. Ну, не знаю, по выступлениям, конечно, Промаса мы уступаем. Хорошее, бодрое начало. Смотрите, Зуев показывает дриблинг. Играет пару матчей, а уже показывает дриблинг. Попов с мячом. Мне нравится на таком поле играть. Оно ухоженное, чистое. Здесь пас на меня. Здесь, опа, финтулечку и гол! Ворота крылья советов. Вот это нифига. Вот это по красоте, ребят. Было принимаю. Вот здесь, смотрите, вот. Дриблингую и в бью точно, точно по воротам. Не без промахов. Тренировки дают о себе уже знать. Показатели 72. Два, растем, три гола в лиге. Ух, а всего тренер хочет от нас шесть голов за весь сезон. Что ж, к данному я, к данному почти приближаемся. Чего? Радич, пас на порем. Яковлев, вот Яковлев. Если это тот самый Яковлев, я его видел в сборной. И здесь, возможно, это может быть и тот. Попов на меня, отыгрываю назад, сбегаю. Вот сейчас пас на меня был очень не зря. Промас, точнее, зря. Ох, как здесь два футболиста столкнулись друг с другом. Надо быстро разыграть. А здесь, 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 здесь. Надо было быстро разыграть. Я хотел бы быстрой раздачи. Тем не менее, блин, подача. Промас, что он делает? Бьет? Нет, он не бьет. Пас на меня. Вот здесь можно ударить. Я ударил. Эта позиция была моя. Я ударил. Гоу! 2-0. С моей подачи. Промас. Открываем. Смотрите, прорыв, прорыв по флангу совершил. И какая подача. Ну, тут рикошет защитника сыграл на голову, на голову нашего промаса. И он, естественно, от рикошета. Смотрите, видите, да. Но здесь, на самом деле, можно было светить, потому что уже опасная игра была. Он ног высоко поднял. И была нога возле головы. Могло быть закончиться это все трамбой. Но закончилось это все голом. 2-0, господа. Зуев прорывается по флангу. Это значит, надо мне быть уже вот здесь. Ну, вот почти. Обогнал вратаря, можно сказать. Но, конечно, если бы нельзя было играть руками вратарям, то я бы, думаю, конечно, был бы точно первый на мяче и забил бы свой следующий гол. Но это не так. И мы обороняемся. Яковлев нищет партнеров. Пока крылышки пытаются расконсервировать. Удивительно, что с крылышками легче играть, чем, например, с Рубином оказалось в ситуации. Конечно, в той ситуации была погода. Не очень. Здесь прям сама душа лежит в футбол. Крылья. Штрафной почти уже. Вот мяч пошел. Вратарь Митрушкин в воротах. У нас сегодня стоит. Пас хороший. Перевел на меня. Замечательно. Я отыграю назад. Защитный. Даст. Центровая зона со мной пытается бодаться. Промис у нас очень любит дриблинг. Я смотрю. Постоянно как-нибудь не приходит мяч. Он постоянно хочет, видите, показать, что у него имеется таланты к этому делу. Попов. 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 Я. Обыграю. Нет, обыграю. Прошел как танк. Но ничего не получилось. Уже на самом деле устал. Оленичев мне сегодня дает, смотрите, на поле побегать уже 70 минут. Это очень на самом деле странно. И попахивать. Ну, я, конечно, уже устал. Но я, конечно, сегодня гол забил. Но, блин, что-то как-то это странно. Доверие тренера прям, я не знаю, непоминутно растет ко мне. И это очень, конечно, радует. Но еще очень радует, что я гол забил. Это просто удивительно. Пас на меня. Здесь можно в центр подыгрывать, убегать здесь, попробовать. Эх, плохо попробовал. Слишком сильно он попробовал. Увидел здесь не сделать бы ошибок. И сделал все-таки ошибку. Но была страховочка. Была здесь небольшая страховочка. Крылья сейчас получит преимущество в атаке. Хотя нет, смотрите, не получит, не получит. Да, и меня заменяют на 20 номер. Луиса нашего упускают. Я ухожу сегодня очень сильно устал. Забил гол. Оленичев действительно много дал поиграть мне сегодня в этом матче. Большое, конечно, ему за это спасибо. Но я пошел отдыхать. А давай, парень, тащи. Мы и так 2-0 тащим. Но после матча мы видим, что мы закрепляемся на 7-й позиции. Над нами Анжи. Зенит занимает лидирующую первую позицию. Удивительно. Но единственная команда Зенит, которая в чемпионате еще не поимела ни одного поражения в своей копилке. Как мы видим, как мы видим другие команды, очень много у некоторых личностей поражений. И они, естественно, 30 очков имеют. Безостановочно всех громят и все. То есть, вообще просто 9 выигрышных матчей. Это самое большое, как мы видим, в чемпионате. Динамо закрепилось на 2-й позиции. ЦСКА рвется тоже вперед на 5-й позиции. Я думаю, в этой ситуации ЦСКА еще может как-то выйти вперед. И это оно наверняка сделает. Чемпионат весь еще впереди. И Рубин, которым мы сыграли на 3-й позиции. Ну и Лока за нами. Лока за нами. Мы пока почти в середине таблицы. Надеемся на победы. Сейчас мы посмотрим статистики игроков. Увидим, что у Зенита Дани вырвался вперед. А Халк 7 голов. В общем, Зенит забивает. Зенит не проигрывает. Зенит, можно сказать, временный пока что чемпион у нас. Ну что ж, а я закрепился все еще на 21-й позиции. В чемпионате сыграли пару игр и забили. А я вот как был на 21-й, так я собственно остался. Если бы я сегодня не забил, я бы вообще вылетел. Но хоть радует, что я, например, обгоняю Витцеля. Он тоже 3 гола. Хотя у меня тоже 3. В общем, все вроде бы замечательно. Еще у нас большая радость, что у нас показатели выросли на 73. Игрок на тренировках выкладывается. Всем большое спасибо за просмотр. Не забываем ставить лоисы, показывать это видео друзьям. До скорых встреч. Счастливо!